Обновление 1.1 в Ханкай Стар Рейл выходит уже на следующей неделе. А значит уже сейчас фри-ту-плейным игрокам нужно принять решение, крутить или не крутить. Большое всем тюлени привет, с вами на связи Аркадий и Толкен Вейд. Ровно через неделю выходит обновление 1.1, а вместе с ним будет выходить два новых баннера с новыми пятизвездочными персонажами. В первой половине нас ожидает Сивилир Вульф, а во второй половине нас ожидает Лоча. И у многих фри-ту-плейных игроков возникает вопрос, а кого все-таки нужно крутить? Потому что количество халявного звездного нефрита, к сожалению, подходит к концу. Несмотря на то, что разработчики подкидывают 10 дополнительных халявных круточек во время действия обновления 1.1, их все-таки будет достаточно мало. А там еще в следующем обновлении выходит Блейд, а также Кавка и хочется сделать правильное решение для твоего аккаунта. И в сегодняшнем видео я бы тебе хотел рассказать про Сивилир Вульфа и про Лоча, а также высказать свое мнение по поводу того, какой именно персонаж нужен тебе на аккаунте. Ну а если ты не являешься фри-ту-плейным игроком и ищешь, где бы купить звездный нефрит, то специально для тебя работает Тюлень Стор. Мы разобрались с очередями, доставка достаточно быстрая и очень приятные цены. Можно купить пропуск, БП, нефрит, а также примагемы в Геншин Импакт. Очень вкусные цены и быстрая доставка. Переходи и заказывай. Окей, давай с тобой перейдем непосредственно к персонажам. В самом начале, конечно же, стоит упомянуть, если хочется выбивать определенного персонажа, несмотря на его эффективность, конечно же выбивай. Потому что вайфу-фактор это самый главный фактор при игре в Ханка и Стар Рео. В настоящий момент нет особого контента, который невозможно закрыть было бы всеми персонажами. Единственная проблема то, что надо их всех прокачать, а ресурсов чертовски не хватает. И в этом случае, конечно же, большинство фритуплейных игроков обратят свое внимание на Лочу. Потому что именно Лоча позволит вам проходить забытые залы. В настоящий момент в игре существует только один бесплатный хиллер. И это наша любимица Наташа. Мы ее получаем в самом начале, но Наташу невозможно использовать в двух комнатах одновременно. Есть еще, конечно, Март 7 и Первопроходец, но они со своими щитами помогают выживаемости отряда. Но в высоких румах забытых залов очень велика вероятность получить рандомную тычку от противника. И за счет этого твой отряд будет складываться. Так что да, фритуплейщикам определенно нужен второй хиллер для второй румы. Если ты не выбил себе Гепарда, а также Байлу. Чем же хорош все-таки Лоча? При помощи своего навыка Лоча отхиливает активного персонажа. И при этом хил зависит от его силы атаки. О чем это нам и говорит? То, что сам Лоча будет наносить достаточно неплохой урон при помощи своих обычных атак, а также сверхспособности. При этом за использование навыка Лоча будет получать специальный баф. Если ваш союзник потеряет 50% хп, то Лоча автоматически, вне своего хода, применит навык на этого союзника. И отхилит его. Что делает Лочу просто имбалансным хилером. В настоящий момент таким хилом может похвастаться только Байлу. А если мы получим два подобных стака, то Лоча скастует специальную зону. И каждый ваш союзник, когда будет наносить урон противникам, будет отхиливаться от силы атаки Лочи. Достаточно прикольная штука. Что же делает его сверхспособность? Сверхспособность позволяет наносить урон всем противникам одновременно, а также снимать с них стаки усиления. Ну и получать дополнительный стак для пассивки. В голом итоге, Лоча это очень хороший хилер, который не только будет отхиливать ваш отряд, но также снимать стаки усиления с ваших противников и наносить, в принципе, неплохой мнимый урон. И выглядит этот персонаж как действительно достойный персонаж для выбивания. Но стоит вспомнить то, что на второй чаше весов находится Сильвервульф, который открывает для вас отдельный вид геймплея в Ханкай Старео. Как вы все понимаете, игра Ханкай Старео строится на пробитии уязвимостей. И чаще всего разработчики заставляют тебя использовать тех или иных персонажей для того, чтобы проходить противников. А Сильвервульф говорит такая, пошло все это нафиг, мы будем играть так, как мы хотим. При помощи своего навыка Сильвервульф накладывает на противника одну дополнительную уязвимость. При этом тип уязвимости выбирается из тех типов пробивания, которые у тебя есть в отряде. То есть, к примеру, если у тебя в отряде имеются только квантовые персонажи, то Сильвервульф со стопроцентной вероятностью наложит на противника квантовую уязвимость. А также понизит сопротивляемость противника к этому урону. Звучит чертовски круто! Но есть тут один момент, который остается под вопросом. К примеру, если у тебя в отряде имеются квантовые, а также огненные персонажи, какова же вероятность наложения огненной уязвимости? 50 на 50 или 75 на 25? Так что тут все-таки нужно будет потестировать Сильвервульфа после того, как она выйдет. Сперспособность наносит урон одному противника, но при этом снижает его защиту на 55%, что достаточно массивно. Что делает талант Сильвервульфа? Он в дополнение к тем дебафам, которые накладываются от навыка и сверхспособности, может докинуть еще рандомный дебаф. Может снизить силу атаки противника, понизить его защиту, либо же понизить скорость. При этом дебафы будут длиться два хода, а значит их можно будет стакать до двух на одном противнике. Что у нас получается в голом итоге? Сильвервульф это офигительный дебафер команды противника, который позволит вам играть через моноотряды. В идеале, конечно, это должны быть моноквантовые отряды, но пока квантовых персонажей не так много, но в будущем я уверен, что подобных персонажей появится больше. Но также вполне можно будет использовать моноотряды и других стихий. К примеру, тот же стандартный отряд с генералом. Сильвервульф, генерал, тиньюнь, а также байлу. Достаточно интересный отряд, который можно будет использовать. Так кого все-таки нужно крутить? Лочу или Сильвервульфа? Лично мне кажется, что Сильвервульф это, конечно, более интересный выбор для игроков. Потому что он позволит тебе в будущем играть с более интересными и разнообразными отрядами. Лоча это выбор для тех игроков, которые хотят стабильно проходить текущий контент. И выбор для тех игроков, которые пока что не получили второго саппорта хиллера. В идеале, конечно же, надо получить и Лочу, и Сильвервульфа. Но в этом случае Звездного Нефрита на следующее обновление тебе точно не хватит. А там у нас будет два неплохих дамаггера. Кавка и Блейд, которые их определенно захочется забрать себе тоже в коллекцию. Особенно Кавку. Так что принимать решение тебе придется все равно самостоятельно. Мою голову к себе ты ни в коем случае не засунешь. Но если ты будешь крутить Сильвервульфа в день выхода обновления, то обязательно приходи на стрим. Мы будем сидеть на стриме и открывать в большом количестве Сильвервульфа. Хочешь пооткрывать вместе со мной на стриме, то ты можешь это сделать записавшись в нашем Дискорд канале. Переходи в Дискорд по ссылочке в описании, а также залетай на Тюлень Стор и закупайся с Звездным Нефритом. Напиши в комментариях, кого ты будешь все-таки крутить, Сильвервульфа или же Лочем, или ты будешь охранять свой Звездный Нефрит от покушения и копить на нашу любимую Кавку. На сегодня это все. Большое спасибо тебе за просмотр и до встречи в следующем видео. Пока-пока.